Друзья, привет! Добро пожаловать в мое воображение, где происходят удивительные и невероятные вещи. Я Алекс, это Иннокентий, и сегодня... Сегодня мы в своем воображении уборку наконец-то сделаем. Я вон целый ящик хлама собрал. Пойду сейчас все и отнесу это барахло на помойку. Иннокентий, ты совсем оборзел. Какой же это хлам? Это мой реквизит старый. Ты лежала все аккуратно на полке. Какой хлам? Ты что? Да, знаешь, все, поздно метаться. На полке вон там у меня теперь шезлонг стоит и столик с подстаканником. Я там чилю. Чилить больше негде, вон полно места рядом. Слушай, с полки открывается отличный вид на березки. А после обеда, после обеда солнце светит под правильным углом. А мне, между прочим, доктор сказал больше времени загорать, то я слишком бледный. Да ты не кипятись, там же реально одно старье. Ну сам посмотри, хлам. Ну вот, ну вот шо это такое? Это конверт, в нем мой дедуля зарплату получал. Да в этом конверте мышь повесилась. Ну нет ничего, выкидывай. Это как посмотреть? Гляди. Денежка. О, 100 рублей, ну так себе денежка. Ну не 100, 120 рублей. Как раз зарплата инженера по тем временам. Ну и сейчас пойду мороженое куплю на 120 рублей. Ну хорошо, ну а вон пакет бумажный. Ну это ж точно мусор. Ну давай выкидывай. Ну какой же это мусор? Это, слушай, это мусор. Ну вот. Бутылка какая-то. Ну, в пакет и выкидываем. Погоди. Сейчас утилизируем. Так. О, превращается в водичку. Замечательно. Ой, да ты меня не обдуришь. Ну бутылка же в пакете осталась. Выкидывай. Какая бутылка, какой пакет? Ты че? О. Ну хорошо, а зачем тебе трубочки для коктейлей? Э, это волшебные трубочки. Да выкидывай, какие волшебные. Ну серьезно, они проходят сквозь всякое. Какое всякое? Ну вот смотри, есть купюра наша. Ну, наша. Ну хорошо, а че твоя? Наша и трубочка. И трубочка, если прицелится как следует, а потом жахнуть, то она проходит сквозь купюру. Проходит. Она порвала купюру. Где мое мороженое? Как я его куплю теперь? Погоди. Если дунуть, то дырка зарастает. Ну ладно, ладно. И это еще не все. Смотри, есть бумажка с отверстием. Ну и я так могу. И есть запечатанная бутылка. Есть. Так вот, мы берем нашу трубочку. И она проходит не только сквозь бумажку. Ну и сквозь палец. Сквозь крышку. Ух ты! Смотри, видно? Подожди, она внутри бутылки? Как? А крышка запечатанная. Магия. Хорошо, уговорил магия, ладно. Ну а спички старые тебе зачем? Спички, Кеша, это у меня такой прибор для озадачивания людей. Чем? Спичками. Погоди. Есть зубочистка, есть спичечный коробок. Берем, протыкаем коробок. На. С зубочисткой. Ух ты, озадачил. Таким бузову можно озадачить. Не меня. Смотри дальше. На. Ну а кошелек этот, никому не нужный старый кошелек, выкидывай. К тому же пустой. Как пустой? Да так, пустой, говорю же пустой. 50 рублей же было. Ну, пустой выкидывай. Мало ли что. Ну и хорошо, Кеша это кошелек, одержимый духом злой бухгалтерши тети Сони. И все, кто возьмет из него деньги, у него выскочить на носу брыщ и выпадет вся шерсть. А, я не хочу брыщ и шерсть недорога, как память. Забирай свои несчастные 50 рублей. А, давай сюда, давай, давай. Пожалел. Так, ну а вот это, что за крысоловка? Какая крысоловка? Ну вот. Это прибор для телепортации. Ой, ой, ну какой прибор, что за глупость? Ну, никакая не глупость, возьмем, к примеру, о, Жорика, возьмем Жорика, к примеру. Давай возьмем его, не жалко, и что? Так, вот мы его берем и помещаем в наш телепортатор. Ну. Дальше говорим волшебные слова, говори. Крибли-крабли, Илон Маск. И Жорик филипортируется. А куда он делся? А вон, смотри. А, эй, эй, Жорик, а ну-ка слезай с моего шезлонга, Жорик. Да, я тебе говорю, эй, осторожней там с подстаканником своим. Эй, на бифштег запущу. Ай, ребятки, а на сегодня все. Увидимся с вами в следующий четверг, как всегда, в моем воображении. Пока.